здравствуйте дорогие друзья меня зовут илья и сегодня мы с вами продолжаем диалогу solidity и эфириум и в рамках этого урока мы посмотрим как развернуть наш смарт-контракт в zk-sync то есть это урок после дам zero knowledge да мы говорили про рулапы в одном из прошлых уроков говорили что это вообще такое за zero knowledge зачем это нужно чем это может быть полезно ну а сегодня мы именно посмотрим как работать с эти все истории но здесь на самом деле не так все сложно но надо сделать несколько подготовительных так сказать действий во первых надо начать с того что не помешает себе в метамаск добавить на эти две сетки то есть вот заходите на сайт zk-sync.io они правда теперь вот называют как бы это все весь этот функционал zk-sync era но суть там та же самая там суть абсолютно то есть то что там используется zero knowledge и рулапы ну просто вот они так переименовались и далее вам нужно будет себе добавить вот две эти сетки за используя следующие настройки после чего в принципе у вас это дело все в метамаске должно быть доступно то есть вот здесь через ad network вы говорите ad network меню или вводите те настройки которые там в принципе указаны это момент номер один но момент номер два вы можете себе используя вот этот бридж перебросе денежные средства на свой вот этот счет за кастинг ну то есть мы уже говорили о том что так как это layer 2 то там как бы отдельно должны туда денежные средства попадать и можно вот этот бридж использовать но мы также сейчас с вами посмотрим подход как эти деньги можно себе перебросить момент диплое на единственно здесь еще чего вам потребуется для тестирования какое-то количество эфира в сети герли потому что сейчас они поддерживают по дефолту только герли вам нужно будет немного эфира в себе откуда взять можно например вот этот кран использовать вот по этому адресу здесь просто вводите свой кошелек нажимаете старт майнинг он там у вас крутится какое-то время и в этом некоторое количество этих эфиров можете получить но можно какой-то другой попробовать кран использовать здесь все довольно просто то есть получаете вот эти вот герли мы их потом обменяем ну сделаем грубо говоря перевод себе в тестовую вот эту вот сетку эра я себе уже в принципе небольшой этот перевод сделал вот примерно такая история то есть это то с чего на вам нужно будет начать а теперь что касается самого диплое и откуда вообще мы этот диплой можем делать но на самом деле к счастью у них вся вещь работает нормально с и хардхетом они очень на самом деле постарались они вообще большие молодцы потому что здесь целая система для хардхета вот здесь в разделе tools and sdk если вы можете найти и в принципе можно вот эти плагины подключить причем они все теперь живут под одной крышей плагин называются тулбокс то есть если в хардхете в самом есть тулбокс но здесь вот есть счет улбок специально для эра это набор расширения для того чтобы правильно компилировать ваши смарт-контракты для диплоев за косинка то используется вот этот плагин solidity compiler есть для вайпер отдельно диплое но это понятно главное наша звезда есть также кстати чай матчерс специальные по них потом пару слов скажу и плагин для верификации ваших контрактов специально для опять же zero knowledge в этом плане тут у нас все готово и мы можем эти инструменты брать и использовать еще кстати да какой момент создаете у себя файлик nv где будет храниться ваш закрытый ключ вот я тут создал sample то есть создаете вот такую переменную zks private key сюда ваши приватные ключи добавляете не ну то есть это не единственный вариант может не прям приватный ключ можно там через манибоник можно что-то еще но факт том что как-то в любом случае потребуется всю информацию там засунуть чтобы делать диплой но если вы хотите именно про его тки то тогда нажимаете вот здесь аккаунт details нажимаете экспорт и туда его вставляете естественно если у вас используется система контроля версии то файлик точка nv должен быть оттуда исключен то есть его нужно добавить видит игнор теперь открываем package джейсон и добавляем необходимые зависимости во первых это зависимость dot n в которой нам позволят собственно говоря читать файлики nv ну а главная зависимость это тулбокс добавляем мы с вами тулбокс вот следующим образом в принципе все то есть сохраняем устанавливаем и в общем то здесь больше делать ничего не надо теперь нам потребуется сделал дополнительную конфигурацию для хардхэта потому что встроенный компилятор хардхэта нам к сожалению не подойдет нам придется использовать специальный до специальный компилятор поэтому здесь первую очередь вы добавляете закосим к тулбокс также здесь можно указать вот так вот дефолт network закат с нет это вообще-то необязательно делать но тогда в момент деплое вам придется указывать опцию network и писать вот эту вот опцию на я сейчас покажу чуть позже как это делается то есть не обязательно здесь естественно дефолт дефолтную сетку дел а далее вам потребуется сюда в конфиг добавить конфигурацию для самого компилятора вот следующим образом здесь сейчас по моему самая свежая версия что-то в духе 1 3 5 кажется компайлер сорс простом случае здесь будет байнари хотя там возможно варианты там по моему можно еще и докерскую версию это использовать можно в долг посмотреть но в простом случае здесь у вас будет байнари ну и сама сетка тест нет вот этот то есть вот здесь в разделе networks нужно просто добавить еще одну сетку которая вот так вот прописывается здесь url из network у нас только герли на данный момент и говорим за к синг соответственно труб вот такой вот конфиг больше тут особо делать ничего не надо так у нас вроде все установила сейчас посмотрим нет ли чем новенького нет все в порядке теперь что касается контракта контракт вот я здесь подготовил называется deploy demo здесь просто набор функций ничего особенного и здесь важно то что не надо никак этот код особо адаптировать то есть он у нас написан на солидите и мы его можем прямо в заказинг задеплоить главное его правильно скомпилировать мы можем использовать обычную команду compile но единственное тут заметил что если не указывать дефолтную сетку например закат с нет или языка mainnet то приходится вот эту опцию здесь передавать руками что иначе он версию для заказинг просто не генерирует поэтому приходится делать вот так вот и сейчас здесь мы увидим что появится отдельные артефакты как раз для этой сетки то есть то что он там на генерирует ну а следующим шагом мы это делал все можем в принципе задеплоить ну вот видите артефакт закан и вот наша вот эта вся штука она тут подготовлена то есть все классно это значит что у нас первый шаг сделан теперь сделаем директорию дипло и внутри создадим файлик deploy.ts здесь у нас будет происходить все основные телодвижения и здесь мы импортируем все необходимые модули то тенф чтобы считать наш private key также нам потребуется уолит и утилиты с заказинг веб 3 и соус это понятно просто для типов и диплоэр это собственно то что будет это все дело разворачивать теперь что касается функции она будет совершенно стандартная здесь передается hard hat runtime environment и дальше мы можем взять наш private key который считывается из процесса nv считывается он следующим образом потому что у нас доступен dot n но здесь можно сказать что если например private key нету то тогда дескать его надо добавить ну а дальше мы создадим новый валет который будет создавать следующим образом и здесь мы обязаны передать private key хотя здесь есть from mnemonic вариант то есть здесь вы должны быть передать вот эту мнемоническую фразу так тоже можно в общем-то кошелек сделать теперь следующий номер это диплоэр диплоэр делается через new диплоэр и здесь передается hard hat runtime environment и собственно тот кошелек с которым вы хотите работать которым у вас есть доступ от которого вы знаете закрытый ключ далее артефакт то есть то что мы будем диплоить и здесь обратите внимание используется лод артефакт не совсем такое название метода к которому может быть мы привыкли но тем не менее передается название вашего контракта но а дальше собственно говоря мы можем сказать что константа там например deployment фи это диплоэр стимейт диплоэр фи то есть мы можем здесь сказать что вот если я разверну вот эту штуку причем с какими-то аргументами но тут у меня единственный аргумент это секретное вот этот вот число давайте вот тут тоже добавим например 42 то есть вот если я сделаю такой диплоэр сколько примерно я там по газу до затрачу и соответственно в зависимости от того какие там будут затраты то я здесь могу сказать у нас будет транзакция и у нас мы скажем что диплоэр вот наш закосинка валит . депозит то есть мы тогда деньги положим причем себе себе деньги положим и мы скажем утилс из адрес то есть мы возьмем грубо говоря те деньги которые у нас лежат в сетке герли и просто перебросим их себе туда на в этот второй уровень причем в размере например диплоэр мент фи но и там либо просто диплоэр мент фи либо чтобы там был чуть больше мы можем в два раза больше забросить но так как этот диплоэр мент фи это big number то здесь используется вот этот метод мал но возможно когда вы уже это видео смотрите и у них используется их с шестой версии там тогда можно просто делать обычное умножение но пока на данный момент они на и thers 6 не перешли у них используется пятая версия но дальше вам остается просто как обычно дождаться что эта транзакция выполнилась то есть деньги были переброшены естественно делать не обязательно то есть если вы уже другим способом себя на lr 2 денежки забросили этого можно не делать на далее нам по большому счету нужно будет это развернуть здесь мы получим доступ к контракту как обычно если мы скажем . deploy скажем артефакты скажем что там secret например и контракт это будет самая обычная привязка к контракту которую мы уже сто раз видели то есть ее помощью можно будет выполнять разнообразные функции но и дальше вы в принципе можете сказать например что адрес этого контракта это контракт . и адрес то есть он отвечает на те же самые свойства которые мы уже много раз видели но и дальше вы можете сказать что там и адрес такой-то примерно следующим образом делается deploy вообще говоря ничего сложного тут абсолютно нету но чтобы все это запустить вы задействуете команду npx hardhead но здесь надо говорить deploy the casing тут можно указать скрипт deploy но это не обязательно потому что он по-любому полезет вот в эту директорию deploy но у вас тут может быть разное количество до скриптов если вы хотите какой-то конкретный скрипт вызвать тогда вы здесь пишите его имя расширение не надо насколько мне известно писать просто имя того файла который вы хотите вызвать и далее если у вас нет дефолтной сети тогда вы обязаны сказать network и сказать например закаты с нет чтобы это все дело туда развернуть то есть вот такая вот команда вы ее запускаете после чего в принципе все должно у вас сработать ну вот здесь есть тоже пример очень похожий на то что я вам показал правда у них здесь до сих пор не используется тулбокс но на самом деле теперь можно и тулбокс тоже использовать ну а далее вы можете перейти на сайт заката с нет заказ can.io и здесь собственно посмотреть информацию о транзакции здесь это у вас должно дорогие друзья отображаться вот если честно и все на этот счастливом моменте у вас деплой должен быть закончен а пару слов еще о чем я тут хочу сказать что на самом деле это можно все тестировать локально вот если открыть опять же tools and sdk и тут пролистать ниже здесь раздел который называется local testing то есть вы можете себе локально сделать интеграцию с хардхэтом и у себя это все тестирует но правда здесь проблема в том что вам потребуется докер и докер композ то есть здесь не так к сожалению просто это настроить потом вы значит клонируете вот эту штуку которая называется local setup запускаете там файл shell который ты должен делал настроить настраиваете сетки и собственно говоря у вас должно все это локально затем крутиться и потом использовать стандартный подход чтобы писать эти тесты но здесь единственно немножечко ведь конфигурации меняется до что если на вас тестовая среда тогда вы используете локальный вот этот вот layer 2 по большому счету и тоже пишите закосинк true и дальше здесь еще надо обязательно сказать что хардхэт закосинк тоже труп потому что по умолчанию ну хардхэт никакой закосинка сест не запускает после этого все после этого можете как обычно писать тесты диплой здесь происходит в том же самом стиле что я вам уже показал да то есть можно опять же подключаться к кошелькам к диплоеру а сами по себе тесты остаются прежними то есть мы вот эти вещи с вами тоже видели поэтому при желании можно и локально это тоже все делать вот такая вот история ну это наверное все что я вам хотел рассказать на сегодня надеюсь я трогал для вас полезным и интересным подписывайтесь пожалуйста на канал дорогие друзья можно также поддержать материально все ссылки будут в описании желаем успешной разработки и увидимся в следующих уроках